Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь Культ Просвет, а именно наша тема, посвященная истории книги, книгопечатания и дизайна книги и жизни книжного червя. И сегодня у нас в студии последний раз перед паузой на летние каникулы сам червь, дизайнер Алексей Мурашко, который уже множество раз на протяжении этого года представлял вам свои истории и фрагменты, которые были посвящены конкретным, скажем, составным частям процесса книгопечатания. Мы говорили о том, из чего состоит книга, как книги можно хранить, какова возможность их оживить, вторая жизнь книги, а также конечно же и смерть книги. В любом случае, сегодня мы продолжим нашу беседу. Алексей, большое спасибо, что снова у нас в студии. Я понимаю, что все-таки вам удалось найти время и силы, хотя сейчас период перед праздниками у вас, как у дизайнера, очень насыщен, и вам есть, что нам рассказать. И на протяжении последних двух месяцев в вашей коллекции появилось множество интересных работ, о них мы сегодня и поговорим. Но, уважаемые радиослушатели, вы, как всегда, являетесь неотъемлемой частью нашей беседы. Пожалуйста, звоните нам, оставляйте свои сообщения, размышления, комментируйте сегодняшнюю беседу по телефону прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. Также оставляйте нам сообщения в WhatsApp и SMS по телефону 2061-91 2061-91. Сегодняшняя беседа технически возможна благодаря поддержке моего коллеги, звукорежиссера Родиона Золотарева. Итак, Алексей, о чем вы хотите нам поведать сегодня? Добрый вечер. О чем спросите, о том поведаю. Хорошо. На самом деле, книжные полки книжных салонов, магазинов в последнее время пополнились некоторыми вашими работами в разных жанрах, посвященные разным темам. Но я бы хотел, может быть, начать нашу сегодняшнюю беседу с той вашей работой, которая в какой-то степени создает мостик для темы о том, как современная латвийская, а именно, допустим, латышская культура, представители, скажем, художественной среды воспринимают свое, условно говоря, советское прошлое. И воспринимают, скорее, не на уровне ежедневных таких бытовых дискурсов или конкретных политических действий, а именно в той области, которую мы называем культурной политикой. И ведь книга тоже есть в какой-то степени сгусток культурной политики. Это результат мыслей, скажем, каких-либо фантазий и представлений о себе и об окружающем мире. Так вот, сборник стихов латышской поэтессы, хотя многие не любят слово поэтессы, я все-таки его буду использовать, ибо оно имело право на гражданство в определенные периоды истории. Монте Кроме это поэтесса, которая жила в Советской Латвии, создавала свои тексты в Советской Латвии, была неотъемлемой частью советской латышской культуры. Теперь молодое поколение латышских поэтов, и не только молодое, обратило внимание на этого человека, на ее наследие, и в результате вам удалось поучаствовать в создании сборника ее текстов и текстов, которые современные латышские поэты посвятили, условно говоря, ей, скажем, вариации на тему, или, скажем, по следам, или их собственные впечатления. После этого короткого анонса, который, возможно, не полный, я бы хотел попросить вас рассказать о том, как вы нашли свой путь, свою версию в формате этой книги к советскому латышскому прошлому. Ну, оказалось, что о Монте Кроме среди людей, которые относятся к молодому поколению, до какого-то момента просто никто не знал. Не знал, простите. Отчасти это было связано с тем, что она никогда не присутствовала в каких-то обязательных программах, там, скажем, школе и прочее, вероятно, в том числе и по идеологическим соображениям. Вот. Отчасти потому, что, ну, есть поэты, которые состоялись, там, не знаю, в 50-е, 60-е, 70-е, и, опять же, для специалистов или для интересующихся они всегда были актуальны, и они их помнили и знали. Вот. А так, чтобы был какой-то всплеск интереса к этому, для этого нужен был повод. Ну, вот, повод появился в виде столетия, собственно, со дня рождения Монте Крома, который как раз вот в, если ничего не путаю, в апреле, кажется, был, или в начале мая, не могу сейчас вспомнить, но где-то весной, и известный латышский поэт Карли Свердиндж решил отметить ее юбилей широко. Вот. И в рамках этого появилась идея провести фестиваль, посвященный Монте Кроме, потому что книга – это всего лишь один из проектов, которые в рамках этого, проектов мероприятий, условно, каких-то составляющих, которые в рамках этого проекта были запущены. Просто он один из немногих материальных объектов был. Вот. Помимо этого вышла монография, или, вернее сказать, антология творчества Монте Кроме в издательстве «Непотенс». Это уже сборник ее произведений там за большой срок, то есть, ну, начиная с каких-то ее произведений из 60-х, уже вот, когда она набрала зрелость, как поэт-модернист, поэтесса-модернист. Вот. И до момента, соответственно, ее ухода из жизни, включая какое-то количество неопубликованных вероятностихов, я не очень знаком с деталями, как над той книгой проходила работа, поэтому я приблизительно представляю, о чем идет речь, и имел возможность эту книгу в руках подержать, посмотреть, о чем там идет речь. Вот. И удивительным образом там у каждого участника, особенно у активных участников этого фестиваля были какие-то свои истории, как они с Монте-Кромой познакомились, каким образом они вообще не узнали, когда впервые ее прочли. У каждого эта история была какой-то там своей особенной. Их рассказывать я не возьмусь. Может быть, вы помните какие-то наиболее яркие фрагменты, что-то, что вас удивило, может быть, казалось необычным? Нет, там все было довольно понятно, да, то есть, ну вот как-то наткнулись, кто-то одолжил кому-то книжку, кто-то спросил и так далее. Мое знакомство с Монте-Кромой состоялось через Википедию, потому что для меня относительно каких-то артефактов или героев культуры Латвии, ну, источников, в которых агрегировано что-то, и ты можешь быстро это узнать, мало, и я пользуюсь общедоступными. Вот, и я, соответственно, начал читать статью о Монте-Кроме, оказалось, что она была пламенной коммунисткой и участвовала в подпольных коммунистических ячейках еще до оккупации во времена Ульбаниса, и потом у нее была довольно такая, ну, не знаю, как сказать, довольно интересная судьба, потому что она была медсестрой в Красной Армии, вот, и в итоге войну прошла как медсестра или какую-то ее часть, как минимум, вот, и потом вернулась в Латвию и состояла здесь как литератор и так далее. Понятно, что люди, которые относились к культурной номенклатуре или были лояльными в тот момент, ну, они там приветствовались и так далее. Ну, мне рассказали только одну важную деталь относительно нее, что ее лирика ранее была, в общем, такой, ну, слабенькой, и главный рывок в ее творчестве произошел, когда она съездила в Москву и познакомилась там с поэтами Оттепеля. Я не могу сейчас вспомнить, то ли это был Вознесенский, то ли это был, господи, второй. Евтушенко. Евтушенко, да, кто-то из них. Вот, и что это переломило ее, и она начала совсем по-другому на это смотреть, и, собственно, то, что вызвало удивление невероятное, это то, что Монта-Крома стала главной модернистской поэтессой Латвии, и, в принципе, наверное, ей до сих пор остается, потому что она изменила не только стиль, но и синтаксис. Ее стихи выглядят прогрессивными даже с точки зрения типографики, того, как они организованы и поддержаны. Вот, и при этом стиль ее произведения очень простой. Я, помогая редактору книги Элвере Беломе с содержанием, собственно, с подготовкой текстов переснимал ее оригиналы произведений и сборников, изданных в 60-е, 70-е, и обнаружил то, что я не очень бегло и не очень хорошо читаю и говорю по-латышски, и современная поэзия мне дается тяжело, более того, она и, как оказывается, литературным критикам дается тяжело. Я вспоминаю одну рецензию на книгу молодого поэта, которую опубликовали в интернет-журнале «Пунктум», если ничего не путаю, Илва Скулта, и она писала приблизительно в таком духе, что, мол, современную поэзию без словаря читать невозможно, что-то такое, там, полуиронически, полусаркастически это звучало. Вот, я, в общем, в некоторых случаях-то и русскую не всегда могу осилить из-за пируэтов языковых, вот, а тут тем более. И я в какой-то момент обнаружил, что я начинаю вчитываться, то есть мне стало интересно, а у нее очень богатые нарративом рассказы. У нее и лирика есть, конечно, а есть стихи, в которых вот последовательность какая-то сюжетная и так далее. А каковы темы? Могли бы вы немножко описать? Ну, ее больше всего интересовала городская среда, как ни странно. Она вроде выросла в провинции, но так вышло, что вся ее жизнь была связана, ну, вот уже в взрослом возрасте с городом, и она могла написать там произведение об автобусе и о диалоге, который там происходит между мамой и ребенком, если ничего не путаю, и что-то еще там и так далее. и какие-то вещи, связанные вот с образом жизни, там с этими районами, портом. То есть, что в этом во всем была какая-то очень важная такая для нее среда, которую она, собственно, ну, воспевала. Она воспевала новый, построенный или расширившийся город. Ну, да, так, наверное, можно сказать. То есть, тем более, что тогда люди же были заряжены вот этими изменениями, которые делали провинциальное пространство новым, люди, которые жили, там, не знаю, ну, предположим, в коммунальных квартирах. Она стала рижанкой. Что? Она стала рижанкой после того, как она, верю, она покинула свой родной город. Хорошо. На самом деле, когда вы сейчас слегка, скажем, вкратце описали ее биографию и какие-то основные темы ее творчества, теперь... Я просто хотел закончить вот этот момент, связанный с ее знакомством и знакомством с нею, точнее. И у меня в тот момент, когда я прочел про нее, во-первых, мне стало понятно, почему она могла быть фигурой такой, может быть, не стертой из истории, это вряд ли возможно. героев шансов вернуться в нее. Чтобы их так стирать сильно и навечно. Скорее просто была фигура и такого замалчивания. И может быть, опять же, этот стиль просто, интерес к этому не был таким. А мне политическое измерение этой истории по-своему заинтересовало. И с учетом того, что у нее были взгляды, первая ее книга была идеологически насыщенной, там что-то про пионерский галстук, клятву пионера. Ну, то есть мы про это выяснили в последний момент, то есть в книге есть спрятанная библиография. Это все книги Монте-Крома и ее сборники. Начиная с, по-моему, 57-го года, что ли, 54-го. Вот. И на встречу с редактором и координатором проекта я пришел с куклой с образцами бумаги, которые мне показались очень применимыми. То есть мне хотелось... Давайте напомним радиослушателям, что означает этот термин. Кукла. А, кукла – это такая пустая книга, состоящая из неотпечатанных страниц, но своим размером, способом сшивки, напоминающая итоговую книгу. Бывают куклы очень похожие на финальный результат, бывают куклы-концепты, которые просто немного уподобляются финалу и потом развиваются в процессе. Это такой удобный инструмент, который позволяет сразу ощутить габарит ее, представить, как в ней там что-то раскладывается и так далее. И там было два очень важных момента в этом обсуждении или в этой презентации. Первый – это то, что, как вы уже рассказали, там была часть связанная с рефлексией современных латышских поэтов 25, если ничего не путаю, или 4, на произведение Монте-Кроме. То есть книга так или иначе состояла из двух частей и какое-то количество оригиналов, на которые, собственно, они давали свои рефлексии. Вот. И мне показалось, что было бы интересным эту книгу, собственно, и поделить тогда архитектонически на эти две части. Вот, собственно, так и получилось. Книга, в которой есть более узкая часть, на которой отпечатаны стихи Монте-Кроме, через которую просвечивает те самые рефлексии, на которые делали, или реплики, на которые делали современные... Рэ – это еще и в какой-то степени ответ, да? Да, конечно, там очень много знаков. И, по-моему, вы использовали какой-то визуальный, скажем, элемент современной коммуникации, допустим, по имейлам. Именно так, да. То есть, именно таким образом эта идея и пришла в голову, что можно было усилить взаимосвязь и усилить вот это вот звучание, название за счет отсылки отчасти к прогрессивному синтексису самой Монте-Кроме, которая любила там точки ставить в названии своих произведений книг, то есть, книга «Лупа Сэс, Лупа Сту» или «Лупа Сту, Лупа Сэс», да. Они отточены обе этих... обе строки названия, да. И прямо на обложке и так далее. То есть, что для нее это важно было. И, соответственно, мне игра в такие вот штуки тоже понравилась. Так вот, собственно, это была первая часть, связанная с делением книги на две как бы сущности, да, как бы две книги в одной. Вот. А вторая была связана с моей интерпретацией вот этой вот связи времени, наверное, и моды, может быть, и еще чего-то личного. И я вспомнил, что я был недолго, там, что-то в районе полутора лет пионером. То есть, меня успели принять до того, как Советский Союз развалился, и я помню, что некоторые галстуки пионерские носили дети, которые не обновляли их, они там со временем растрепывались, у них края начинали ворситься, и цвет менялся. То есть, они выгорали. Из пламенного, да, он становился таким кирпичным. И я когда перебирал в голове варианты, сделать это прямо цветом какого-то знамени я не хотел, и цели такой не было, а вот эта отсылка к какому-то моему личному воспоминанию, связанному с выгоревшим пионерским галстуком, мне показалось забавным. А потом, каким же было удивление, когда буквально за неделю до сдачи книги в типографии, когда мы дособирали, ну, может быть, за пару недель, когда мы дособирали библиографию, она там приведена не только в виде названий книг, но и все обложки. И я смотрю ее первая книга с виныгой Солиумс, и там пионер в пионерском галстуке. И, ну, с учетом того, что между этими двумя точками прошло где-то полгода, то есть мы в ноябре обсуждали, собственно, этот концепт, а где-то в мае, собственно, обнаружилось, или там в конце апреля обнаружилось это удивительное совпадение. Ну, все, там все закольцевалось сразу, то есть ты в этот момент испытываешь невероятный восторг, потому что ты пришел с каким-то чувством, которое было абсолютно там пальцем в небо, и богу в глаз в итоге. Иными словами, получилось так, что в какой-то степени символически она ответила вам, да? Да, да, это получается такая интересная игра внутри пространство даже моей собственной головы, то есть как я придумал первую идею, как потом я нашел эту обложку, после чего, собственно, мы заполучили эти книги частично живьем, частично их сфотографировал редактор в библиотеке, вот, и да, там пожухлый был такой галстук, потому что, понятно, обложка от времени тоже подвыгорела подвыгорела и выцвела, и, в общем, я сам не видел оригинала, но цвет какой-то был такой, как это, земельный, естественный, так говорят. Вот, это, ну, это удивительно цементирует концепт, то есть ты от этого чувствуешь невероятное удовлетворение, именно потому что это случайное совпадение, которое, безусловно, там связано в том числе и с ее прошлым, от которого она, может быть, не отказалась, но которое она серьезным образом переосмыслила, потому что в конце 80-х и в книге Монта-Кромаре есть ее произведение, оно одно из последних в ее, вот этой первой части, которое посвящено ее переживаниям относительно ее взглядов, там прям вот очень-очень верлибром густо такое написанное, господи, покаяние, наверное, так можно сказать. вот, я не смог его в полном объеме понять, но те, я думаю, слушатели, которые знают латышский хорошо, вот, могут оценить даже и это измерение, вот, ее творчество. книга в музее Липке цена просто неприлично смешна, 5 евро книга стоит, вот, так что можете, если вас интересуют интересные, любопытно сделанные книги, у которых есть какие-то там дополнительные измерения. В музее Липке или в музее... Ой, простите, в музее Райни Сеаспазии. Вы просто сидите передо мной, как человек, там, длительное время сотрудничавший, поэтому у меня в голове... Очень коротко до того, как мы идем на перерыв, в музее Райни Сеаспазии. Те полтора года, когда вы находились в статусе пионера, вы сказали, что у вас есть как бы воспоминания об этом периоде, каковы они были в тот момент? У меня была совершенно дурацкая история, когда я про нее вообще мало кто знает, будучи, получается, третьеклассником, я в классе где-то по весне рассказал стишок «Взветься кострами бочки с бензином, мы пионеры, дети грузина», ну и там что-то, какое-то продолжение. И моя одноклассница на меня пожаловалась, учительница, учительница сказала, что меня не примут в пионеры. А это происходило все за месяц где-то, даты-то все были известны, когда это все должно было произойти, ну и я, в общем, как-то пытался определиться с отношением, сильно ли меня это расстроит или нет и вообще насколько это важно. Ну, в итоге я там попереживал пару деньков, как-то успокоился, свыкнулся с этой мыслью, забыл про это, про все, а потом в итоге, так как времена были уже, в общем, даже не вегетарианские, я бы сказал, вообще просто… Империя устала. Да, ну, просто полная свобода была, поэтому нас просто с копом там всех окрестили в пионеры, вот, и мне не достался старшеклассник, который повязывал бы галстук, потому что считалось, что это довольно престижно, если тебе правильно какой-то старший пионер, значит, его завяжет, так что там тоже была личная какая-то история в этом во всем, вот, а в остальном я ничего не почувствовал, ну, я просто жил, как бы, в окружении этих артефактов, были там значки с маленьким Ильичом, вот эти, знаете, идеализированный Ленин, который, или Ульянов тогда еще похожий на… Пути. Нет, он похож был на на Купидонов с картин каких-то, я бы сказал, не ренессансных, наверное, больше на романтический период, да, вот такой вот кучерявенький, такой вот, и с сопутствующим нарративом, там, в школьной программе, про то, как он не обманывал никого, и когда разбил там чашку, что-то признался, ну, то есть, вот все это прям… Что ж, тогда после перерыва мы покинем прошлое и вернемся к современному искусству, где вы тоже приложили свою руку, и поговорим о фестивале современного искусства «Неприкосновенный запас» или «Сурвайвл Кит». Вернемся в студию через несколько минут. Уважаемые радиослушатели, мы вернулись в студию, напомню, это программа «Культ просвет», и сегодня мы в рамках передачи «Из жизни книжного червя» вновь встречаемся с Алексеем Мурашко, книжным дизайнером. В первой части нашей программы мы поговорили о сборнике поэзии Монте-Кроме латышской советской поэтессы, которая теперь как бы нашла определенное количество, скажем, своих потомков, которые в какой-то степени могут сейчас создать диалог с ее периодом, с периодом советской Латвии, и сегодня Алексей рассказал нам о том, как он сам нашел свой путь к этому периоду, к ее творчеству, рассказал о пионерском галстуке как импульсе для создания визуального образа этой книги и о том, как произошла его встреча с умершей поэтессой. Напомню слова английского литературоведа Стивена Гринблата, когда он описывал историю, скажем, своего интереса к творчеству Шекспира, он написал это очень концентрированно следующей фразой. Все началось с желания говорить с мертвыми или ушедшими. Возможно, это также был импульс и для вас, но вопрос, который, скорее всего, интерпретация, потому что здесь нет правильного ответа. Как вам кажется, почему современные латышские молодые интеллектуалы, в данном случае поэты, вдруг почувствовали интерес, а может быть, не вдруг, к советскому прошлому? И каков он, по вашему мнению, экзотика? Что-то, что навсегда преодолено и не вернется? Что-то, что потеряло большую часть своих значений, тем самым обезвреженно? Как вам кажется? Ну, отчасти, наверное, движущей силой или людьми в значительной степени, которые принимали участие в этом проекте, являются люди, которые то ли вообще не застали, то ли как-то совсем чуть-чуть застали этот период. То есть, соответственно, у тебя, наверное, меньше уровень этой эмоциональной и какой-то образной нагрузки. Это первое. Второе – это то, что Монта Крома в том творчестве, которое представляет основной интерес для читателей, для исследователей, для критиков литературных, она аполитична. Она писала просто о жизни своей и о своих переживаниях, о среде, в которой она жила. И поэтому получилось так, что раз этого политического измерения нет, ну, это довольно непопытно. Иными словами, она достаточно безопасна для встречи с прошлым. Ну, если хотите, можно использовать это слово. Нет, это просто версия. Я думаю, что очевидно, что многие вещи отринуты были или намеренно исключены из дискурса по политическим соображениям. И понятно, что преодоление этих обстоятельств займет приличное количество времени, потому что когда происходит слом эпох или переход из одной в другую с очень драматичными преобразованиями в обществе, в устройстве, в государстве и так далее, то очевидно, что с водой, той мутной, неприятной, от которой хочется избавиться, часто выплескивают еще какое-то количество артефактов. Может быть, детей и не выплескивают, но что-то, что на дне там среди грязи могут быть какие-то песчинки золотые, допускаю. И очевидно, что те люди, которые могут сейчас на это посмотреть чуть-чуть более свежими глазами, могут иметь другой взгляд на это. Плюс к этому Монта Крома, она латышская поэтесса. Она родилась здесь и прочее, поэтому она провела свою жизнь здесь. То есть, я помню, был такой даже фильм о Клуцусе, художнике Клуцусе, и что-то он назывался, я не могу сейчас точно вспомнить, поэтому сразу прошу прощения, если я сильно ошибусь, что-то в духе, мол, ненастоящий латыш, или вот что-то в таком духе, что он не принят здесь, отчасти из-за его взглядов, отчасти из-за того, что значительную часть жизни он провел вне Латвии, и, соответственно, можно ли его тогда вообще считать местным, или в какой он связи со своей степени он вернулся на родину, потому что была обширная двухтомная монография, как бы материал Я скорее имею в виду не факт признания его художественных заслуг, а момент, связанный именно с тем, как интерпретировать его в контексте исторических событий, в контексте идеологии, которую он поддерживал в значительной степени, чьей жертвой он стал. Есть еще одна работа из ваших последних творческих проектов, которая связана с латышом, который покинул Латвию, и который тоже является в какой-то степени вызовом для современного, скажем, латвийского культурного дискурса. Расскажите о еще одной вашей работе. Ну, это даже еще более интересная история, потому что этот герой за пределами узкого круга знатоков вообще был неизвестен, и, собственно, о нем люди, которые занимаются исследованиями современного искусства, а, как мы знаем, современное искусство, это период довольно длительный, то есть, да, послевоенное время туда вполне попадает. Был, жил, был мальчик, звали его Валдис Аболинч. Он во времена немецкой оккупации, как и многие латыши, со своей семьей бежали на запад в поисках лучшего будущего, безопасности и так далее. Родился он в Лейпайе в 1939 году. Они жили вместе с семьей в лагере беженцев, по-моему, сначала в Швеции, потом переехали в Германию. И он там учился, и так вышло, что в какой-то момент во время учебы своей в Ахине, он учился на архитектора, он стал принимать участие в разнообразных культурных событиях, инициативах, которые там проводились, а этот регион Германии так вышло, что был связан с разнообразными культурными течениями того времени и попал, в общем, в ячейку флуксус довольно влиятельного художественного движения, в которое входило несколько интересных и очень известных художников современных, таких как Йозеф Бойс, например. И оказалось, что он не просто рядом стоял, а он принимал участие во всех значимых мероприятиях, которые в Ахине проводились, а потом оказалось, что он стал культурным координатором, культурным организатором и работал в структуре, которая занималась современным искусством в Западном Берлине уже в конце 70-х, в начале 80-х. И в 84-м году он умер, ушел из жизни довольно рано, то есть это получается ему было около 45 лет из-за очень нездорового образа жизни. Но это был удивительно самый ироничный человек, он жил в эпоху, когда не было никаких социальных сетей, он сам их создавал, и вот эти нейронные связи или связи между людьми, которые он организовывал путем переписки, оказывались настолько длительными и сильными, что оставались свидетельства этого. Он работал как не знаю, в этом смысле мне слово художник наверное не хочется произносить, но наверное лучше этого ничего не определит его. художник в жанре мейл-арт это такой особый жанр, когда люди играют с перепиской, создавая в ней не только смысловое, но еще какое-то эстетическое экспериментальное измерение. И он переписывался буквально со всеми в его переписке, ему присылали собственно участники флюксуса адрес Энди Уорхола в Нью-Йорке, чтобы соответственно тот мог ему тоже написать и так далее. И об общем объеме этой переписки мы даже не знаем. То есть те письма, которые хранятся в архиве Центра современного искусства, который собственно и был издателем этой книги, и те архивы, которые находятся у частных владельцев, у Зузанса в частности например, и так далее, они стали предметом исследования и помимо этого большое количество людей написали свои заметки относительно времени и личности собственно героя. А в этом случае это очень удивительная вещь, потому что человек, который был частью Тримды, латышей в изгнании или в вынужденной эмиграции, имел очень левые взгляды, он выступал за культурные связи с Советской Латвией, к слову, проводил выставки латвийских художников советских в Западном Берлине и даже организовал там пару или одну или две стипендии, в частности, вот Майя Табака, известная латвийская художница, была благодаря его помощи на стипендии в Западном Берлине год или два она там проработала, что-то такое, да. И что с его творчеством, с его архивом, все, что было вам доступно, сделали вы? Ну, так как я уже начал с рассказа о том, что для него переписка была сущностной какой-то вещью, он без этого не мог просуществовать, количество писем, которые даже в книге приводятся, невероятное, было бы странно, чтобы я не обратил на это внимание. Ну, я безусловно понял, что это вот такая история, которая для меня была открытием гораздо в большей степени, конечно, чем для других, но потом оказалось, что и для других тоже, тех людей, которые, собственно, слышали о нем что-то, но не знали об объеме того, что он успел сделать за свою относительно недолгую жизнь, что это некое послание, некое письмо, которое было утеряно, и вот только сейчас мы нашли возможность его там в горах разыскать, и в виде вот такого послания, письма, книга напоминает некоторым образом конверт или бандероль, значит, доставить потомкам точно так же. То есть, в этом смысле разница между Монтей Кромой и Аболыньшем, она в известной степени условная. Оба утеряны из разных попов регионов. Одна жила здесь, он жил там, она застала время независимости, ушла из жизни в 2001 году, то есть, это значит, что она успела повидать там вот эти 90-е и так далее, пожить в это время. Он умер в 84-м, когда еще даже перестройка не началась, и, безусловно, это показывает очень, книга очень интенсивно, жизнь в эмиграции и его связи, и есть отдельная глава книги, которая в значительной степени посвящена происходившему в организациях латышских эмигрантов в Западной Европе и его участию в них. Ну, не будем скрывать, что в современной, скажем, в современном политическом дискурсе в Латвии левые традиции вообще в какой-то степени маргинализированы или они в любом случае ассоциируются с раненцем, который давно умер, абсолютно безобиден, да, то есть, это история латышской социал-демократии, но левые идеи в Латвии не приветствуются. Ну, это правда и, возможно, для исследователей, которые как раз ищут темы не слишком пройденные или вообще не открытые, для них является вот это вот пространство, пространство умолчания тем ресурсом, который позволяет рассказывать о каких-то феноменах, в том числе и в разрезе национальных вопросов или там этнокультурных вопросов, вот, я вижу все больше интереса у исследователей, вот я не могу сказать про там совсем молодое поколение, но у исследователей эти темы вызывают безусловный интерес, и это видно даже по публикациям в связи, там, например, с архитектурной биеннале, было две публикации, которыми занималась редакция, я знаю только одного из участников по имени Эвелина Озола, которые исследовали вот эту тему связанную с спальными районами, многоэтажками, культурой быта там и так далее, безусловно, это интерес рефлексии к советскому прошлому и этому наследию, потому что оно же никуда не исчезло, мы из вот этой точки, в которой мы сейчас находимся, в центре города, за пять минут можем доехать до, ну, или там, за десять минут можем доехать до спального района, где несколько другой образ города, и люди это исследуют, они пишут об этом книги, они довольно содержательные вещи издают, и они доступны для более широкой аудитории, и для людей за рубежом, и так далее, и я бы сказал, что в этой части, наверное, появляется все-таки какое-то количество точек, которые привлекают внимание исследователей так сильно, что они другие измерения, связанные с эмоциональной нагрузкой, воспоминаниями и политикой, готовы игнорировать, потому что истинно дороже, интерес к этому дороже, вот так. Скажите, если вы сейчас, скажем, в рамках нашей дискуссии на время отойдете от своих конкретных проектов и, допустим, поиска диалога с прошлым, и превратитесь в человека, который потребляет содержание латвийских СМИ, интересуется политикой, и, собственно говоря, будучи горожанином, тоже слышат что-то в автобусе, что когда-то много десятилетий назад слышала Монта-Крома. Как вам кажется, каковы наиболее яркие следы советского наследия именно в нашем мышлении, в наших культурных практиках, что-то, что вам кажется, не исчезло, не умерло, не испарилось с исчезновением Советского Союза? Есть ли такие темы, какие-то явления, практики, общения? Вы знаете, я уже сказал, что так вышло, что Советского Союза в его самом каком-то ярком, жестоком или ярком, более безобидном воплощении я особо не застал, поэтому, получается, это какие-то спекуляции, интерпретации, мои собственные интерпретации. Очень постмодерно. Да, поэтому, нет, я думаю, что мне тяжело на эту тему думать. В Беларуси пожалуй, откуда я приехал и с которой я некоторым образом связан эмоционально, можно найти больше таких признаков. В случае с Латвией, пожалуй, это только вещи, которые очень тяжело не замечать, это то самое наследие урбанистическое, это, вероятно, какие-то объекты инфраструктуры, которые с упорством заслуживающим лучшего применения сейчас-то закрывают, то разрешают транспорту ездить и вот все эти забавные истории, они же корнями где-то там или там, не знаю, споры относительно здания Академии наук, например. Иными словами... Что? Вы переселите их туда с ображением оптимизации и реконструировать это здание, передав его кому-то или нет? Ну, в общем, вот это вот все, наверное, то, что касается буквальных, материальных свидетельств. Но кого-то и они как-то не оставляют равнодушными, как мы знаем. Хорошо. Запретить, не позволить, скажем, не цитировать, сделать вид, что это не существует, мне кажется, это те характеристики, которые сближают нас с предыдущим культурным периодом. Ну, мотивации же разные, то есть тут можно поискать много общего тогда и, не знаю, или много, не столько общего, сколько какое-то количество интенций, намерений, там, не знаю, из ульманисовского времени. Я его тоже не застал, как, впрочем, советское, ну, вот, в большей даже гораздо степени. Вот, могу только предполагать. Там тоже может что-то найти, найтись культ, культ сильной руки. Да, ну, или желание, да, вот, желание сильной руки, обращение к корням каким-то историко-религиозным, культурорелигиозным, которые, в общем, вроде как уже и совсем неактуальны, потому что Латвия в среднем, ну, там, христианское государство или общество, точнее, да, то есть тут ну, и при этом присутствуют такие сильные очень традиции, которые нас настигнут буквально спустя пять дней, Лига и так далее, да, поэтому тут намешано всего, в этой сборной солянки очень много интересного, собственно, сочетания этих всех артефактов, более того, во многих случаях в головах одних людей, одних и тех же людей, это предмет, могут соседствовать разные периоды. что ж, на этом мы и закончим сегодняшнюю дискуссию, уважаемые радиослушатели, сегодня в рамках из жизни книжного червя мы представили вам рассказ нашего гостя, дизайнера Алексея Мурашко, о том, каков был его диалог с советским периодом в Латвии, или же диалог с эмиграцией, с латышской эмиграцией, скажем, левого политического толка, на этом на самом деле наш сезон четвертый уже по счету подошел к концу, мы отправляемся на каникулы для того, чтобы искать новые темы, новых гостей и сюжеты, вернемся вновь в студию теперь уже в сентябре, и перед тем, как мы расстанемся на небольшую паузу, на два месяца, я хотел бы сердечно поблагодарить тех моих коллег, которые поддерживали меня в течение этого сезона, помогали словом и делом, и эмоционально моему коллеге Вадиму Родионову, Наталье Михайловой, Юлии Михайловской, Родиону Золотареву, который каждый раз обеспечивает наш эфир, технически наша беседа возможно благодаря именно его помощи, а также многим-многим другим коллегам, которые оказывали мне поддержку, Алексей, большое спасибо вам за то, что на протяжении полугода, может быть даже больше, вы находили время и силы появиться у нас в студии, выбрать увлекательную тему, рассказать о том, что происходило в прошлом, какова природа книги, благодаря тому, что вы путешествуете по страницам книги, и как дизайнер, и как читатель, вы представили нам действительно неизвестные доселе стороны книжной культуры, за это вам большое спасибо, вам творческих успехов, находок и диалога с ушедшими, а также с будущим, присутствующими, очень важно, да, я же не только в вечность там смотрю, но с современниками тоже хотел бы еще как-то пообщаться, успеть, спасибо за возможность, надеюсь, это было интересно, это было увлекательно, действительно интересно, большое спасибо вам, уважаемые радиослушатели, благодаря вашим звонкам и комментариям, вы тоже создавали нашу программу, поэтому хороших вам праздников, если вы празднуете, если нет, тогда великолепных каникул, дивной погоды, и наслаждайтесь летом, большое спасибо, и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok